Насколько на сегодняшний момент ситуация о зарплатном бете и вот самый главный вопрос все-таки. Зарплата есть? Водители получают зарплату 60 тысяч и выше? Есть такие водители и вообще ситуация? Пытаю, пожалуйста, Александр Владимирович. Часовая тарифная ставка у водителей с 38 рублей была вклада до 100 на уровне. При сохранении всех остальных, как положение, по примеру, из изменений, какие привозят? Если бывает непосредственно самая зарплата, при условии отработки месячной нормы выплатки, зарплата получается 52-53 тысяч. Это реальная фаза, у меня от первый месяц 40 тысяч получают в том случае, если нужно выработки часовой, порядка 130-140 часов. По факту начисления 60 тысяч получают в том случае, если у вас появится? Ну, при переработке порядка 12-14 получаем. Ну, здесь можно понимать, что и саратов не получают 60 тысяч, при энергии выработки 164 часа. То есть она физически не может получиться, потому что система расчёта такая. То есть чтобы получить 70 тысяч, по факту у нас люди получают и 80 тысяч. Единично, но у них большая переработка. То есть это и есть. То есть при 164 часах в месяц выработки зарплаты 52 тысячи рублей. Что Панков летом заиграл, это просто обычное пиарство было, да, на которое вообще в комбинат не смог на ничего не отреагировать. Так получается? То есть ситуация, что я основная абсолютно безусловно. Почему? Ну, вот вы сейчас задаете вопрос, который не имеет отношения вообще к данной теме. Здесь у нас не меньше денег. Вы начинаете упоминать о Панкове, то, что он там пиарился до выборов. Есть ли зарплат 60 тысяч, нет зарплаты. Вот мы сейчас получаем, что работник, который просто работает без нагрузок, не получает 60 тысяч. То есть Панков просто пиарился, выводя свою инициативу в 60 тысяч рублей. Вы сами сейчас слышите подтверждение, что нет этого. Конечно, работник просто работает и не получает 60 тысяч. То есть это просто пиарство. Как просто пиарство. У них сейчас на сегодняшний день в троллейбусном предприятии зарплаты водителей, я думаю, сопоставима с зарплатой водительской ведущей предприятия топливного и энергетического комплекса. Назовите мне одного водителя, который 60 тысяч в городе Балаково получает за баланс рабочего времени, за 174 часов. Мы сейчас говорим, что основная задача была поставлена таким образом, чтобы привести, что у нас водители не уезжают в Саратов на работу, а работали у нас в городе Балаково. И для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы зарплату родители получали их Балаково, такую же, как в Саратово. И эта задача была у нас в Балаково. Продолжение следует...